Столица Великобритании и еще несколько городов королевства в пятницу на несколько часов оказались парализованы. Движения по магистралям, в том числе дорогу к одному из самых загруженных в мире аэропортов Хитроу, заблокировали защитники прав в темнокожих. Они называют себя британским отделением американского движения жизни чернокожих имеют значение. К требованиям протестующих прислушался корреспондент РТВ в Лондоне Евгений Ксензенко. Перекрыть дорогу в аэропорт Хитроу все равно, что остановить Лондон. Это одна из самых загруженных трасс столицы королевства. Активисты движения «Жизнь чернокожих имеет значение» выбрали это место для того, чтобы их, цитирую, услышали люди. Главная цель – напомнить обществу о проблеме расизма. Для этого 10 человек легли посреди дороги. Одни приковали себя наручниками друг к другу, а некоторые надели на руки трубы в качестве груза, чтобы полиция не смогла их поднять. В итоге образовались пробки. На фоне надписи «Добро пожаловать Хитроу» тревожный слоган протестующих. Это кризис. Мы хотим, чтобы люди выступили против бытового расизма, который заключается в том, как нас охраняют, какую медицинскую помощь получают чернокожие, какая работа им достается, какие перед нами открыты возможности, и как все это приводит к ужасающим смертям, которые мы видим на протяжении десятилетий. Полиции не сразу удалось восстановить движение. Дорогу разблокировали буквально по полосам. Активистов задерживали одного с другим по мере избавления от бетонных труб и наручников. Любопытно, что полицейские прикрыли протестующих чем-то вроде забора, чтобы автолюбители не отвлекались. Подобные акции, помимо Лондона, прошли сегодня в Нотингеме и в Бирмингеме. Там участники движения перекрыли автомобильные трассы и даже легли на трамвайные пути. Движение «Жизнь чернокожих имеет значение» родилось в США, как ответ на, цитата, «полицейский расизм». Британское подразделение только начинает заявлять о себе, используя подобные акции. Дата сегодняшней выбрана не случайно. Пять лет назад в Лондоне был убит чернокожий мужчина Марк Даган. Его застрелили полицейские. После того, как выяснилось, что убитый не пытался оказать сопротивление, то есть не представлял угрозы для стражей порядка, в Лондоне начались беспорядки. Массовые волнения продолжались несколько дней и перекинулись на другие города. Подростки грабили магазины, поджигали автобусы и просто громили все вокруг. Сегодняшняя акция протеста – это не столько знак солидарности с единомышленниками в Америке, сколько демонстрация собственных сил и поиск сторонников. Полиция арестовала 19 человек. От того, какое наказание ждет активистов, во многом зависит судьба движения, жизнь чернокожих имеет значение в Великобритании. Сейчас движение в сторону Хитроу уже восстановлено. Никто из туристов не опоздает на свой рейс. Однако паралич может охватить Лондон в любое время. Ведь протестующие пообещали напоминать о своих требованиях регулярно. Евгений Ксензенко специально для RTVI. Лондон. Великобритания.